Так, нам заказали марсианский марафон Мэдисона. Две минуты с копейками. Всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет. Значит так, хорошие новости есть у меня про мой анус, между прочим. Около, ну сколько я приехал уже из Сочи, 4 почти недели прошло. Вообще никаких не было положительных раздвигов и... Проктолог сказал, что... Ну то есть на данный момент в истории. Что желательно удалить уплотнение, вот эту распухшую вену на анальном кольце. Ну еще бы они не так сказали. Сэм. И я уже готовился к операции в следующем месяце, но что-то меня перемкнуло. Никто не поверит в эту историю, но она абсолютно true story. Я, короче, купил огурец, только не смейтесь, я купил огурец. Ну такой довольно длинный, нормальный такой огурец. Почистил его от шкурки и немного трахнул себя им в задницу. Я не шучу. Ну типа вспомнил доктора Попова ради рофла. Ну типа так, минут 15 немного подраконил свою задницу с огурцом. И угадайте, что произошло. Уже на следующий день я, покаков и помыв под холодной водой анус, начал трогать пальцем место уплотнения. И его не было, этого уплотнения. Я абсолютно, блядь, серьезен. Пошел сегодня ко врачу, и он сказал, что да, действительно, все прошло. Сказал, что это, скорее всего, то, что я две недели дитролекс пью и мажу новую мазь, он мне прописал. Но я все-таки считаю, что это секс с огурцом, малый. Так что не просто так. Нет, сила земли здесь ни при чем. Огурец не был с грядки. Понимаете, как бы сила земли здесь ни при чем. Он давно был изъят от земли, если вообще на ней когда-то рос. Потому что сейчас все огурцы химозные. Так что, скорее всего, это просто огуречные соки впитались за эти 15 страстных минут. Но в любом случае профит, как бы. Я реально слышал о том, что нежный анальный секс способен быть профилактикой геморроя и все такое. Но огурец вкупе со всем этим еще больший профит дает. Но я не рекламирую эти способы, понятное дело. Народная медицина – личный выбор каждого. Возможно, это все-таки дитролекс, витамины, упражнения, которые мне скинули даже в WhatsApp. И мази. Возможно, это они. Просто три недели не помогало, и на четвертую помогло. Может и так. Я этого не отрицаю. Немного овертаймнули. Велико. Ну, главное, чтобы помогало. Так. Надо будет действительно у медика спросить. Смотрим по 7.05. Хотели видеть во время операции, ребят. Это пока лежите на столе. Ну, то, как врачи с помощью швабры ремонтируют освещение. Владикавказ. Подожди, подожди, подожди. 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 Его друг. Пока. Олег, я там зарезал. Подожди, подожди. Подожди. Да. Куда направлять? Там и прочее. Гордость берет за медицину в стране. Хочется опять критиковать медицину в США, в которой подобное представить невозможно в принципе. А в путинской России такие как Хованский, как его этот, стены забываю, убермаргинал, имеют наглость что-то говорить про медицину в США и хвалить. Просто посмотрите на очевидное проявление великолепия. Ты охуел пиздеть на российскую медицину, долвоёк. Я как бы это... за Путина горой, блядь. За Путина и двор. Широкую на широкую. Ну и чё тебе не нравится, блядь? Они настраивают всё вручную, понимаешь? Нельзя же доверять этим масонским роботам-то, нахуй, аппаратуру, понимаешь? Америка, она нажмёт на кнопку, всё деактивируется в пизду за секунду. Как ты тогда запоёшь-то, блядь? Понимаешь? Прояви нахуй патриотизм, сука. Мать твою. А я буду, это... Продолжать вселять гордость в сердца русских людей. Камикадзди совсем дошёл, блядь. Встреча старых друзей. Два года не виделись. Два года? Без одного месяца? Уверенность я чувствуешь. Живу как при коммунизме. В борьбе за свободу и демократию. Мы живём по-новому. Всем сказано, что теперь всё, новая жизнь наступила. Не, ну это же ваша работа. Я к ней уважительно отношусь. Да. Ну а я никогда в политике не был. В парламенте можно со всеми договориться. У каждого свой хлеб. Тигра мяса не докладывает. Что-то я сделал не так. Смотрите, я вам хочу объяснить, что есть такое понятие, как это неотвратимость наказания. Перестаньте вот эти деньги. Деньями сегодня никого вообще не удивишь. Когда тебе 70, то и разойдёмся. Вообще забыл уже. Не 70, не 7, не 700. Что-то подобное было, я правда не помню подробности. Вы не играли в КВН? Не, конкурс Капитана очень непростая история. Ну вполне вероятно. Но вы помните в Советском Союзе, во сколько люди уходили на пенсию? Или один, или там полтора, или два инфаркта. Хорошо, не будем говорить про хамство. Мы тоже так умеем пошутить. Поэтому я о чём я говорю, что мы уже пенсионного возраста. По советским меркам. Но ваше время уже наступило. Она просто шевелится. И засчитайте мне мои 50 миллиардов. У вас там 160. Дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210. А дайте мне на мои 22, 23, 24 процента. Ну и разойдёмся. И будем вместе сосуществовать. Должен, должен. Там всё, никакие вот эти разговоры там. Ну надеюсь. Ну разошлись к взаимному удовлетворению. Ну капля за каплей. Ну а два стопа бендера. Ну что мы можем сделать? Чувствую, что я выгляжу лучше. Ещё и ценности можно не возвращать. Офер, будешь ты? Охуенно. Сверхчеловек по Анитуша, кстати. Так. Я, блядь. Приятно познакомиться. Так. Заказано 3 минуты. Получается, смотрим до седьмой. До 3, 13, 40. То есть, значит, я сейчас смотрю, как Marginal смотрят, как Sarmat смотрят. Древние кринжовые видео Uber Marginal. Окей. Ну тут, в принципе, все основные реакции уже как бы, ну вот они. Причём это недавняя хуйня, это хайлайт. С середины прошлого года. У меня даже волосы такие же, блядь. Всё, я понял. Я понял, что там будет. Посмотрим. Ну, музыка Кевина Маклауза. Как только Эдвард Сноудом запросил у Российской Федерации политического убежища... Охуенно, этот долбоёб ливнул. Многие... О, бля, это видео с канала Marginal 13-го года. То есть, это мне сидеть реагировать на эту хуйню теперь. Это, скорее всего, еще Marginal, он сталинистом является. Это правда. В этот момент. Стали предлагать обменять Сноудена на кого-нибудь из наших... На, смешно. Ну, типа, похож, понимаете. Граждан, находящихся под стражей в Соединённых Штатах. Ну, например, на Виктора Бута. Бут? Или не Бут? То есть, тут чётко видно, что тейки просто с тупичка гоблина. То есть, это просто один в один взятые тейки с опер.ру. Без изменения, просто вот, перенесённые в формат видос. Вот. Наговорённые под бесплатную музыку Кевина Маклауда. В чём вопрос? А можно обменять Сноудена на предателя-перебежчика генерала Калугина, которому возвращение на руку грозит немного немало в 15-ю годами своего режима? А я считаю, что как... Я, блядь, когда-нибудь всё это говно просто нахуй скрою на канале. То есть, если вы будете заниматься такой хуетой... То есть, я, блядь, поудаляю всё в пизду, скрою там ещё и так далее. Говорится, раз уж делать, так делать по-большому. Надо ставить вопрос ребром. Дескать, мы вам Сноудена, а вы нам Аляску. Ну и Форброс можете тоже забернуть. А можно всё сделать по-другому. Вот так. Путин обращается к Обаме и говорит, хорошо, можешь забирать... Ну, свою защиту могу сказать, что тогда, в общем-то, были ещё более-менее в моде видосы с рандомными картинками из гугла. Сноудена, но... Или Яндекса. При одном условии. В довесок к Сноудену, ты будешь обязан забрать Новодворскую, Чубайса и Юрия Хованского. Блё! Неодобряем. Чё, не так-то? НОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Хотя... Ну, семпл из металлопокалипсиса. Металлопокалипсис... Мне, кстати, тогда нравился не больше, чем сейчас. Ты за Путина был тогда? Ну плюс-минус. Возможно, талантливый разведчик Сноуден продолжит уже существующий тренд. Я и сейчас за Путина. Устроиться на отечественное телевидение, ввести какую-нибудь уважаемую передачу про злых духов, например. Злые духи, которые якобы подчиняют людей и делают их жалкими. Реально ли они существуют? Или это все... Ну, мало кто знает, но Чибисов выступал в качестве научного эксперта на РЕН-ТВ. Да, он там рассказывал про то, как инопланетяне подменили Луну. Было дело, да. Но это было намного позже. По вопросам множественных солнц и рептилоидов. Я помню, как-то прилетел в Сочи и захожу я в гостиницу, там телевизор висит. Мне, естественно, интересно. Да, через час он запустил вебинар по логике. Чувак, это было еще задолго до вебинаров по логике, блядь. Это правда. Это видео было действительно задолго до вебинаров по логике. Это видео было до того, как я получил формальное высшее образование. Это видео я сделал примерно когда я из комьюнити колледжа выпускался, то есть из ПТУ. Это 12-й, по-моему, год. Слушайте, я телевизор давно не видел. Я, значит, включаю телевизор. Там канал РНТ. Это пизда какое, Кринги, блядь. Сука. ТВ и там Чибисов сидит и рассказывает про то, что пришельцы солнце подменили. По-моему, там Луну. Я серьезно сейчас говорю, это не шутка, блядь. Как же я охуел. Всего лишь разные виды расстройств в человеческой психике. Что вы думаете? Это к вопросу о том, что, бля, маргинал скатился, нахуй. Да-да-да-да-да. Дох. Коллеги. Существование духов, способных силиться в человека, еще никто научно не доказал, но и не опроверг. Кстати, у этого видео только 7800 просмотров. Не может такого быть, чего бы это? Я же его, блядь, разослал всем в личку, нахуй, кто у меня в друзьях тогда был. Почему так мало просмотрит? Бля, надеюсь, не скоро. Ну и вообще, если это случится, их тут же расстреляют боевыми патронами всех. Вот. Но, как бы, я надеюсь, что такого никогда не будет вообще. Ну, памятник Раффлзу, кстати, два. Белый памятник Раффлзу, он стоит на набережной, в том месте, где... Блядь, а почему ковер не вырезал вот момент про памятник Раффлзу? Какое-то, нахуй, отношение имеет к, блядь, вот этой хуйне? Раффлз высадился на берег, а черный памятник Раффлзу, он стоит напротив холла Виктории и здания парламента. Поэтому, в принципе, можно, как бы... Интересно, с какого из памятников Раффлзу они начнут. Ну, то есть, наверное, они не будут свергать. Я это видео еще... Я вперед скипаю, потому что мы уже овертаймнули все равно. Всем, блядь, рассылал в личку, как гунь. Это правда. Гуньер. Это правда. Вот, поэтому, наверное, хуже всего будет памятнику, значит, белому Раффлзу. Узнаете это из какого кино? Кстати, вам вопрос. В спичечном коробке вы только что посмотрели, блядь. Узнаете из какого кино? не говори, что это поустороннее. Не, я так не делаю. Я не скрываю эти доисторические фейлы. То есть, они вот все лежат на поверхности. я спрятал только вебинар по слову о полку Игореве, просто, чтобы дезинформации не было никакой. На историческую тему. Чтобы не было такого, что человек послушал вебинар и, блядь, какую-то хуйню спизданул на экзамене и его выебли. Понятно, ясно все с вами. Кадры. А? Зумеры, блядь. А, блядь. О! Один чувак угадал. Это из фильма «Мертвый сезон», по-моему. Нет, правда. В первой мировой войне Эрнст Юнигер прославлял рукопашные схватки как первый подлинный интерсубъективный опыт. А что там осьминога бесконечности? Как он предлагает? Ну, чупа-чупс, я спрашивал... Я не знаю. Я спрашивал не про музыку, я спрашивал про кадры. Музыка это просто бесплатная хуйня Кевина Маклауда. Если вам когда-нибудь для изготовления видео требуется бесплатная музыка, за которую не флагают на Ютубе, то вот Кевин Маклауд ваш основной союзник. Главное уметь писать фамилию Маклауд, чтобы искать его креатива. А вот и он, кстати. Билли Джин насрал в кувшин Билли Джин насрал в кувшин, ау, ау. Билли Джин насрал в кувшин, ау. Билли Джин насрал в кувшин, ау, ау. Играйте, видите? Весь мир театр, а люди в нём актёры. Вот за это точно не флагнут. Отличный саундтрек. Так, наконец-то дошли до Важелинка. Там 215. А сейчас, которая час? 5.10, да. У меня посадка заканчивается уже в 5.35. Успею я покушать? Давайте супчик. А давай домашняя лапша, где корочка, корочка. Хлеб тоже такой? Хлебушек, давайте и хлебушек. Чёрный, да? Чёрный это по-российски. Давайте белый. Чёрный? Покажите. Ну лично как-то. Смотри, если остаётся 10 минут и супа нет, я ухожу. Кому-нибудь там, ну, дай, дай, девчонке какой-нибудь. Сок, давайте два ананаса. О, подождите, а у вас, они все в одну цену, да, и нижние? Давайте ананасики, ананасики. Фух, блядь, я, конечно, почему вспотел? Я так пропотел, блядь. Ой, блядь, пиздец. Кстати, меня уже потворок отфарканивает девчонка. Я знаю, кому я суп дам. Я знаю, кому я суп дам, точно. Ой, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я. О, это стримчанский, трэш-стрим. Знаете такое? Смотри, ничего не снимать. Нет, думаю, нет, думаю, так, оттухнулся. Ух, мускулами поджигал, поджигал. Какая хуйня, блядь. Вот это контент, это я понимаю. Просто мне надо поспать, я почирать. Знаете, я боюсь, кому мне потом капельницу еще не пришлось ставить. Возможно, даже придется после всей этой пьянки. Ананасики, кстати. Ну зачем суп? Пускай. Не, да я суп, видимо, не смогу доесть. Блядь. Я хочу просто пить у меня обезвоженный гектар. Смотри, давайте я ей понесу супчик. Так. И скажу, я не успеваю на... Так. Не, перед этим надо храбаха, если набраться. Да, где-то, вискарик, понятно. Нормально они налили, кстати. Блин, чего угодить. В аэропортах обычно на донышко реально плеснут, блядь, чуть-чуть. При обезвоживании, конечно, нажраться самое то. Не волнуйся, разве я не? Уж надо было изначально говорить, я на кальсе про хламидии. Давайте я вот джук-дунерс, я слышу, что джук-дунерс выпиваете. У кого нет хламидии, у меня их нет. Тонкота, пиздец. Неси суп, блядь. Сколько там еще? Так, ладно. Давайте. Я сейчас супчик ей принесу. Так. Так. На вам суп, блядь. Нахуй не суп, не, держи. Я не доел. Так, все, мы погнали. Будете? У меня хламидии нет. Так, все, погнали. Так, все, не надо бы со мной сидеть. Это был бы номер, блядь. А вы в Тель-Авит летите? Нет. А, прилетите. А, блядь, это же ему на поездку в Израиль задонили. Он же, как бы, он что, он реально в Израиль летит? Я просто не слежу. Нашел время, блядь. Ух, блядь, мне, кстати, чуть ли не вырвало. Рили. Один раз одевал. Ох, блядь. Капец. Причем, я не знаю, как мне спать. Мне страшно. Я после этих уколов дурацких... Ля, подкормил королеву. Ну, это да, это пикап просто. Вас плеснут в аэропортах или только в барах? В аэропорту можно, по-моему. Хотя я не помню, в Америке я когда-нибудь в аэропорту заказывал выпить или нет? Не помню уже. Я много летал в своей жизни. Правда, летал я в основном, когда был совсем пиздюком, но это уже не имеет значения. Я и во взрослом возрасте тоже много летал. В том числе и после того, как у меня деньги появились. Так. Мы будем сидеть здесь, как пара хобоев, и пить в водку и появиться на бассейн? Я думаю, это очень хорошая идея. Поехали, давайте поставим на бассейн. Поехали. Ганпати Спорт, 3 пairs for 50 Rupees, which in American money would be about 60 cents USD. It's ridiculous. You can't get better than that. Can you believe that you can make a profit from selling 3 pairs for 60 cents? I'm really up to this trip right here, walking around the market where they're selling t-shirts for less than a buck and I bought a backpack, which is now broken inside a backpack. Yes, my friend. Oh, hey, friend, you're back. You remember me? Yes, I remember. It looks like you've had a little bit of the ice vodka today, no? Good, good. This is good? Sometimes good, yeah. All right. What do I get? No, as I was saying, it makes me wonder how you can turn a profit here. And it also makes me realize how much money Western companies make when you can buy a backpack here for 3 bucks. I greets me the legs. What is this ? И это не так отличается от того, что вы платили 80$ в Норвегу. Я был скамб. Ты был скамб? Я был скамб. Мы будем возвращаться к ним и узнать где он работает. Я был скамб. Он был скамб, но он был скамб. Сокскам. Какой мертвый шаг. Сокскам в Индии, невероятно. Как они? Они очень комфортно. Я был скамб, потому что это мой путь. Это твой? Это мой скамб. Я верю. Скамб везде. Да, везде. Здесь какой-то слишком великий монтаж, блядь. Я не знаю. Уследить за повествованием просто невозможно. Так. Все просто. Типа этот одну пару себе под жопу бы засунул. Он сказал, что его скамнули. Продали две пары. А, окей. Я проебал вообще этот момент. Так. Ща будет Нолан. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Чедуйтесь. What is happening? Okay, what does Y-E-S spell? Yes. What does E-Y-E-S spell? E-S. What are you crying for? What does... What are you doing? Okay, try again. What does E-Y-E-S spell? Yes. What does E-Y-E-S spell? Ease. A-S. You're making me... I can't breathe. Okay. E-Y-E-S. E-S. Say it again. What does E-Y-E-S spell? What does E-Y-E-S spell? What? You're making me cry. What? E-Y-E-S. E-Y-E-S. E-Y-E-E-E-S. E-Y-E-S. 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 наверняки мы типа так смотрим эпифанцева мирович народ слышал на демонстрацию сразу в нескольких городах что опять да и они очень серьезно настроены я больше этого не вынесу нужно что-то делать нужно сворачивать лавочку как больше продолжится не может мне уже никто не верит я чувствую они хотят моей смерти не нужно было мне становиться президентом в этот раз все пошло по пизде сколько там тысячи десятки тысяч блять что же делать надо что-то придумать нужно их разогнать арестовать посадить или нет не нужно блять я запутался какие новости полиция бьет людей дубинками по голове но они все равно идут а если еще а если еще и врезать они будут все равно идти это не бери больше все равно пизда какие новости один человек себя облил бензином и поджег да ну нахуй вот это уже серьезно вот теперь мне точно пиздец да владимир владимирович это уже не шутки люди поджигают себя все выходит из под контроля давайте что-нибудь придумаем может быть соловьев что-нибудь скажет соловьев делает все что может говорит не переставая спасибо спасибо валовенька вся надежда на тебя хотя надежда люди себя поджигают отдают себя в жертву кто бы мог это предвидеть почему мы это не предвидеть это же все финиш спокойно спокойно володя если они походят покричат по поджигают себя вспомни беларусь там тоже походили покричали все рассосалось будь невозмутим ты что не знаешь народ им бы только поорать пусть выпустят свою негативную энергию поиграть снежками поводят хороводы побалуются с бензином это же дети они получат свою конфетку и успокоятся а ты выдохни подыши вдох выдох вдох выдох успокойся посмотри телевизор какой телевизор чтобы мне еще хуже стало с чего тебе станет хуже там же ничего такого не показывают там все ровненько и пусть у тебя все будет ровненько ты что забыл ты ровный пацан пусть все идет своим чередом и она просто пройдет мимо тебя как белоруссии там там никто не себя не поджигал но там и народу больше вышло да это правда там точно народу больше было а у нас меньше плюс один себя божок ну да в принципе одно и то же вроде успокоился значит думаешь оно само пройдет рассосется конечно как всегда и тебе ничего не нужно делать ты же царь царь этих зверей и они все сделают сами так как хочешь ты потому что ты здесь главный не забыл почему ты здесь почему потому что это твоя игра ты просто играешь роль они играют свою и сейчас они наиграются и ты просто сделаешь свой ход очарующих своей властью и невозмутимостью все должны видеть спокойного владимира владимировича спокойного и сильного как лев который невозмутимо лежит на вершине и которому ничего не нужно делать чтобы быть царем да ты прав мой друг я просто сяду и не буду ничего делать просто посмотрю телек или съем банан ну что там какие новости все рассосалась успокоилась на улицах полный стиль а если они завтра снова выйдут и кто-то снова попытается себя поджечь блядь блядь опять началось опять меня накрывает все собираться уезжать вызывайте вернули куда ты собираешься лететь куда ты собираешься лететь и не можешь туда лететь про него все знают тебя там найдут ну и ладно пусть они меня там найдут я им расскажу правду я не суть и не знаю что все эти годы я строил этот дворец для них для всех кто меня ненавидит таким образом я хотел чтобы они меня полюбили мне что ли нужна эта дискотека я что ли курия или кайфую от стриптизешь все знают что мне на это насрать я это строил для них хотел сделать им сюрприз это был сюрприз а этот давальный мудак все пронюхал и все испортил как я теперь всем объясню что все эти годы что я был в власти что это была шутка шутка как в этом фильме тупой еще тупы тупее когда он притворился парализованным на 20 лет а потом сказал мол вот сюрприз это была шутка ну клёво же было клёво это же было смешно я тоже хотел бы чтобы все засмеялись и потом устроили вечеринку в этом дворце они не знают что я там для всех для них комнаты приготовил даже у навального есть там своя комната но про неё он ничего не рассказал а эта комната такая красивая с синей подсветкой теперь он не поверит что это был всего лишь прикол с трусами и что мы ему подкинули лсдков в бутылку немцы подобно пиздили что это новичок был нахуя мы эти трусы стирали сразу было понятно что на них нет ничего что он просто передознулся кислотой я хотел всех повеселить теперь все скажут что я тиран и меня посадить тюрьму я же просто хотел пошутить а потом устроить вечеринку для всех или зеленского и для навального и володя соловьев бы пришел вот такой хоровод я хотел я просто хотел пошутить это шутка это была шутка дыши спокойно все произойдет само собой правда никуда не денется все тайное становится явью и однажды люди узнают о твоих благих намерениях просто закрой глаза и вспомни кто ты есть ты это светосознавание который просто играет свою роль это просто игра нет никакого путина и нет никакого дворца ты просто спишь в воде и без снится удивительный насыщенный приключениями сон владимир талантливо даже гениально так это мы посмотрели но шо ребята деньги не платить а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не платить не платить не деньги а